Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Таран и приветствую вас на своем канале. И в данном видео я бы хотел ответить на один очень популярный вопрос, который мне задают часто и который я часто слышу от людей. Сколько денег нужно иметь при пересечении границы в Польшу? Любая поездка в Польшу начинается с пересечения ее границы и для того, чтобы эта поездка состоялась, необходимо удачно пройти проверку таможенной и пограничной службы Украины и Польши. Будьте готовы к тому, что после того, как вы пройдете контроль с украинской стороны, польские пограничники могут потребовать от вас подтверждения платежеспособности в размерах, определенных законом для каждой категории путешественников. Делается это для того, чтобы убедиться, что пока вы будете находиться на территории Республики Польша, у вас не будет возникать материальных проблем, в частности при необходимости медицинской помощи. Сколько же денег нужно иметь при пересечении границы Польши? Цифра, конечно же, будет колебаться в зависимости от того, с какой целью и на какой срок вы решили посетить Польшу. Лучше всего иметь на показ наличные. Если же необходимые средства у вас на кредитной карте или платежной карточке, то нужно заранее подготовить документы, которые это подтверждают. Итак, сколько же нужно иметь денег для пересечения границы? Иностранцы, въезжающие на территорию Республики Польша на период пребывания не более 4 дней, должны обладать финансовыми ресурсами для покрытия расходов на проживание и питание на территории Республики Польша в сумме не менее 300 злотых, или ее эквивалент в иностранной валюте. Это примерно 80 долларов. Если иностранец въезжает на срок более чем 4 дня, то он должен иметь финансовые ресурсы в размере не менее 75 злотых на каждый день пребывания в Польше. Существуют официальные документы на польском языке, которые подтверждают именно такие суммы средств, необходимые для пересечения границы Польши. Поэтому подведем небольшой итог. Если вы планируете обычную поездку в Польшу сроком не более чем на 4 дня, то для пересечения польской границы вы должны иметь при себе 500-300 злотых для возможности оплаты расходов на проживание и питание в Польше, плюс 200 злотых для покрытия транзита и выезда из Польши. Если же ваше пребывание в Польше оплачивается не вами, то тоже следует предоставить подтверждение, а именно приглашение в Польшу, где указано, кто и для чего требует вашего присутствия и что ваши расходы будут оплачены приглашающей стороной. Если же иностранец пересекает границу Польши с целью поездки на лечение, то он должен иметь возможность покрывать свои финансовые расходы на лечение в размере не менее 300 злотых на каждый день пребывания или эквивалент этих денег в другой валюте. Если вы едете в Польшу с целью туризма, либо чтобы принять участие в каких-то спортивных соревнованиях и имеете оплаченное пребывание в Республике Польша или планируете посетить медицинский санаторий, то вы должны обладать суммой не менее 20 злотых на каждый день пребывания. Всего не менее 100 злотых, а также не менее 300 злотых на каждый день пребывания или эту же сумму в другой валюте, чтобы покрыть расходы на медицинское обслуживание, если у вас нет страхового полиса. Если вы студент и получаете образование в Польше или едете в Польшу, чтобы принять участие в научных исследованиях, тогда вам необходимо при пересечении польской границы владеть суммой 1600 злотых или ее эквивалент в другой валюте для оплаты проживания и питания в течение первых двух месяцев проживания, а также суммой 300 злотых или ее эквивалентом для покрытия медицинских расходов за каждый день пребывания в течение одного месяца с даты въезда. Документом, который может подтвердить цель вашего путешествия, является свидетельство о зачислении участий в научных исследованиях или учебе. Если этот документ показывает, что вы учитесь или участвуете в исследованиях или обучении на платной основе, нужно как доказательство показать оплату сбора за первый год обучения или за весь период обучения, если он составляет менее одного года. И последнее. Сколько нужно иметь денег при пересечении внешних границ стран Европы с биометрическим паспортом по безвизу? Как вы знаете, с 11 июня 2017 года вступил в закон долгожданный безвизовый режим Украины и ЕС. А это значит, что украинцы получили право путешествовать по странам Европы в более чем 30 стран. Для успешного пересечения границы достаточно иметь биометрический загранпаспорт, страховку и документы, которые могут подтвердить цель вашей поездки. Кроме того, вас могут попросить доказать свою платежеспособность, то есть проверить, обладаете ли вы необходимой суммой денег. Если ваше безвизовое путешествие по Европе выходит за пределы Польши, то вы должны ознакомиться с требованиями других стран ЕС касательно обязательного минимального количества средств на один день пребывания на их территории. При прохождении контроля на границе можно и не услышать вопроса о том, какой суммой вы располагаете. Однако, недостаточное количество средств это уже причина, почему пограничники той или иной страны Европы могут отказать вам во въезде на ее территорию. Поэтому советую все же выполнять существующие требования. Ну что же, друзья, надеюсь, эта информация была вам полезна и интересна. Если так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, а также внизу в описании под видео для вас будет много полезных и интересных ссылок, которые могут пригодиться вам в будущем. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр и до встречи на следующих видео. Всем пока! Друзья, переводите деньги из Европы через TransferGo и получайте в подарок только по моей ссылке дополнительные 350 гривен, а также бесплатные переводы. Подробная информация и ссылка в описании под видео.